Дмитро Вышиванный представляет В середине 15 века судьба дала возможность польскому народу пошатнуть историю своих давних врагов, распустив Священную Римскую империю. После формирования Польско-Литувской унии, пропольского переворота в Молдавии и подписания союза с Богемией, славяне набрали достаточно сил, чтобы бросить вызов австрийскому императору и к вохвестам Священной Римской империи. 14 февраля 1447 года польский король Казимир IV официально объявил войну всей элите Священной Римской империи. Казимир сделал ставку на хитрость. По опыту предыдущих конфликтов он прекрасно знал настроение в германских войсках. Ими двигала жажда наживы, а не воинский долг, поэтому они двинулись грабить чешские, польские и литовские хутора. Таким образом, король Казимир принес в жертву богосостояние своего народа ради великой цели. Польские войска начали осаду Берлина и Вены уже через полтора месяца, не встретив никакого сопротивления со стороны противника. Дружественные армии, исполняя приказ Казимира, выдвинулись на осаду отдаленных хоркошеств. Первую битву славяне проиграли. В мае германские силы сумели нанести поражение армии князя Мазовии, благодаря подкреплению из Бранденбурга. А следующее сражение за Уберпфальц, прошедшее в июле, выиграли славяне. Селецкий осадный корпус одолел армию все того же Бранденбурга. Октябрьская вторая битва за Уберпфальц также была выиграна славянскими войсками. В декабре подвиг свершили молдаване, разгромив превосходившую их в численности саксонскую армию. Берлин пал 31 марта следующего года, а 3 июня была взята Вена, столица империи. Дальнейшей задачей славянских войск было довершение осад мелких корпусов. В это время армия Кёлинского епископства предприняла попытку отбить Вену у поляков. В октябре там произошло генеральное сражение между польскими и кёлинскими войсками, по итогам которого город остался под оккупацией. Оставшиеся 12 месяцев война проходила в осадном ключе, за исключением нескольких ничего не решавших стычек между славянами и немцами. 16 ноября 1449 года пал последний бастион империи Кёлин. В этот же день в Кракове, столице Польши, был подписан Краковский мирный договор, по которому Священная Римская империя была официально ликвидирована. Поляки получили также провинцию Штернберг, а чехи – Линц. Кроме того, Австрия должна была выплатить огромные контрибуции победителям войны. Теперь, когда Священная Римская империя была распущена, король Казимир значительно расширил свои возможности для дальнейшей экспансии. Эпоха Габсборгов сменилась эпохой Игеллонов. Начался Польский Золотой Век. Понравилось видео? Не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Спасибо!